Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряшенко и сегодня мы поговорим про прием, который решает вообще за все у самых топовых гитаристов, самых топовых соло во все времена. Ну, практически, кроме самых модных ребят, типа там Полифии сейчас, которые в тренде, про них мы отдельно поговорим, а сегодня про классику и про самый классический прием, без которого ни одно соло практически не может обойтись. Вы обязательно подпишитесь на канал в Телеграме, на канал вот на этот, на YouTube и также обязательно проходите ко мне на сайт, там есть офигенные материалы, которые просто стоят копейки. Вы проходите, качаете их и в клубе сразу очутитесь, и также получите доступ к огромной базе знаний. Просто гигантская, новая книжка вышла просто бомбовая, которая все это систематизирует и объединяет. Собственно, поговорим мы сегодня с вами про подтяжку на тон. Есть такой музыкальный сочетание, музыкальный сочетание двух звуков, как, собственно, меня приучили на музыкальной теории в институте, что интервал это не расстояние между двумя звуками, а сочетание двух звуков, потому что нет никакого расстояния. В общем-то, измерить его нельзя. Все-таки звуки, если с точки зрения физики их рассматривать, это частота колебания звуковой волны, но как бы расстояние там между двумя частотами, ну типа как, что. Короче, я в физике на самом деле не шарю, но шарю немножко в музыке, и поэтому сегодня мы с вами разберемся, что же такое подтяжка на тон. Тон — это два полутона. Капитан очевидность. Значит, у нас есть, допустим, звук до, и звук ре от него, и от ре звук ми — это будет, соответственно, тон. То есть до, до диез — это будет ре. И, соответственно, ре диез ми будет тоже тон. Воспользовавшись этой невероятно сложной информацией, мы можем спрогнозировать, что если мы возьмем и переедем с одного звука на другой не посредством перемещения пальцев с одного лада на другой, а посредством подтяжки струны с этого звука на следующий, то есть мы таким образом берем и искусственно укорачиваем длину струны, что колебания этой струны делает чаще. Соответственно, звук становится выше. Делаем мы это прикольным приемом под названием глиссанда. И получается эффектно, красиво. Давайте послушаем. То есть вот я сейчас сыграл сначала с подтяжкой, а затем сыграл тот же звук, но уже без подтяжки, сыграл просто вот взяв его на конкретном ладу, в данном случае на девятом. Почему я говорю, что это решает за все соло вообще? Какое бы соло вы ни взяли, в любом случае, если оно в роке играется, скорее всего, оно играется по большей части в минорной пентатонике, то есть вот в этой истории. И если мы это играем вот в такой прекрасной аппликатуре, такого прекрасного звукоряда, как минорная пентатоника, то у нас она, видите, я сейчас играл без всяких подтяжек, без всяких слайдов, без других каких-то приемов и эффектов. Звучит как бы простенько, то есть я могу играть еще быстрее, допустим, да, я могу играть немножко приглушенно. Вроде будет, ну, как-то можно, так сказать, технично, но все равно давайте послушаем. Будет поджато, поджато немножко будет звучать. Ну, вот как бы такое, вроде да, вроде нет. А если я чуть-чуть разбавлю эту историю эффектами, то есть я добавлю сюда вот эти вот подтяжечки или слайдики, то оно совершенно другой окрас приобретает, как я играл в самом начале в интро. Давайте вот просто поимпровизирую в духе Джимми Пейдж, Ричи Блэкмор, клише такие вроде как бы классические, но клише не в каком-то унижающем их смысле, их ценности, а скорее наоборот возводящих в ранг классики. Вот видите, я даже специально для вас немножко пожертвовал своими пальцами и сделал подтяжку на шестой струне аж на целый тон. Это технически не так просто сделать, потому что иногда срывается струна, ну и в целом это для пальца не супер приятно. Но глобально, если воспринимать то, что я сейчас играл, ну просто по ощущениям, выстраивать в голове какой-то контекст, то ассоциация скорее всего будет с классическим роком. Вряд ли с фьюженом, потому что я могу играть что-то другое и сделать из этой же пентатоники, там, ну может с небольшими изменениями, уже какое-то фьюженовое звучание. Давайте попробуем. Ну то есть, это уже другое звучание, хотя я сделал одну подтяжку, но глобально я не пользовался, да, сейчас вот этими клишейными приемами, типа вот таких. Вот это уже прям ракешник, ну вот как мне кажется, тоже возможно субъективно, пишите в комментариях, как кажется вам. Кстати, забавно, что гитара не расстраивается, гитара Дмитрия Позна, что у нас скоро будет финал нашего конкурса, проходите в телегу, подписывайтесь, смотрите, что там будет за конкурсанты и, в общем, проголосовать тоже сможете. Будет голосование, в котором надо вам, как зрителям, принять участие обязательно. Есть нюанс, что эта штука, она устроена так, что обычно ей пренебрегают. То есть, люди, когда начинают учиться только-только играть рок, часто бывает так, что кроме этого ничего не играется, а это играется из-за того, что слух еще не прокачан, не на тон, а как угодно. Ну то есть, типа вот как-то так, наверное, сейчас попробую изобразить. Ну вот что-то такое, оно может получше, но глобально, короче, не очень. И вот я рекомендую вам сначала все-таки освоить какие-то паттерны, если вы даже в пентатонике играете без всяких подтяжек и дополнительных приемов, а потом уже внедрять и прокачивать ваши фразы уже подтяжками. Потому что эти ребята, которые их делали, там, типа Джимми Пейджа, повторюсь, там, Хендрикса или Блэкмора, все-таки делали их очень мастерски, слух очень был сильно прокачан либо от природы, либо опытом. Ну в общем, вы поняли вроде как разницу, и спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь, Телега, Ютюбчик, и проходите ко мне на сайт, обязательно прокачивайтесь, там очень крутые пособия, вообще клуб просто бомбовое количество информации, классное. Спасибо, друзья, что посмотрели.